здравствуйте уважаемые зрители мы прибыли на выставку линджери шоу форум сегодня у нас такой первый знакомительный день мы сейчас с вами пройдемся немножечко по выставке посмотрим на представителей брендов которые выставляются в первом потоке а завтра будет стартует второй поток и бренд уже обновятся и я тоже обязательно вас с ними познакомлю что пойдемте вот тоже и ставки но есть также как она работает а это улучшает вот эту губеркуляцию подсчет этого лететь это в процессе Растущий животик плюс заселение в области кухла, чтобы не было растянутых. Он не чувствует, он не чувствует такой компрессивный. Продолжение следует... Это к новому году мы взяли в прошлом году. Серебристые ноздри, если обратите внимание, это не юлия, которая из них не пречерстится. Это только снаружи. Все, что соприкасается с кожей, все везде бархатное. Да, ничего нигде не трет. Это вот эта, которая детская. Ой, ну она прям комикс. Уважаемые мамы, я именно к вам сейчас хочу обратиться. У Ленжера Флопа вышла новая книжка. Называется «Профитинги для девочек». Вот так вот она выглядит. Очень красивая, вот серьезно. Если у вас есть дочка, то я вам рекомендую заказать эту книжку. Здесь достаточно крупный шрифт, яркие картинки. А главное, это полезное чтиво. Для девочки, у каждой девочки должна быть такая книжка. Моя вам искренняя рекомендация. Я им награжден. Итак, медаль за бизнес-мужество вручается тому, кто... Исаева Нелли. Да. Да, за то, что не попылялась. Аплодируем, аплодируем, аплодируем. И я хочу сказать, что я считаю, что все те, кто в этот тяжелый период перенес это все, заслуживает этой медали. Выдаем в порядке выступления. Будьте рады. Спасибо, Анель. Спасибо. Я знаю, что у нас... Я вижу, кого я еще спрошу. У нас же не только магазины розничные столкнулись с потребием. Я представляю, как было страшно опту. То есть рознице было страшно, что люди к ним не придут. А опт смотрел, что происходит. И думал, боже, до нас-то кто дойдет. Я вам вижу, сидит Катя Александрова. Это представитель торговой марки Дентель и Амарет. Я знаю, что она тоже хочет рассказать, что они делали в пандемию. Позвольте представить. Меня зовут Екатерина Александрова, торговая марка Дентель и Амарет. В режиме вопросов, я думаю. Кать, что вы придумали? Вас же тоже закрыли, вы же тоже сидели дома. Это страшно было? Ну, то есть... Как? Страшно ли мне было? Да, пожалуй, отвечу. Страшно было. Но было страшно недолго. Буквально за два дня я пережила все фазы, как уже мы говорили, по поводу пережития травмы. То есть это отрицание, принятие вне вторги, депрессия. Ну и, в общем-то, как бы два дня это все заняло. Примерно день из этого это была депрессия. Ну а после этого мозги прояснились. Я вам расскажу, что когда вы запускали антикризисный марафон, самый популярный запрос у меня был. А тогда вы позовете отдел Фонус. Чего-то считалось, что она знает волшебную таблетку, как выжить в кризис и вообще как выжить и развиваться. Таня, привет. Здравствуйте. Спасибо большое за приглашение. Ну ты не польстила, конечно, про волшебную таблетку. Я помню, у нас идет эфир. Мы с ней разговариваем про то, как развивать брофитинг через Инстаграм. Потому что у Тани основной канал продаж это все-таки Инстаграм ее собственный. И также она учит своих франшизных партнеров развиваться. И там такой через вопрос. Вы запускаете Таргет, а вы Таргет запустили. Она отвечает, да, мы запускаем Таргет. Через 5 минут, а вы Таргет запустили. И никто не спрашивает, а что вы запускаете, а как, а кто. А еще был вопрос, а вы кого-то нанимаете или сами делаете. То есть вот все, она говорит, я кого-то нанимаю. Больше вопросов не было. Они типа, где вы, скажем. Ну то есть это было типа, я задам вопрос никуда. Это не для меня не опыт, чтобы это начать для себя делать. Это просто было, а вот она запускает, значит мне тоже нужно. Это вообще был самый популярный вопрос про Таргет. Я не знаю почему. Таня, ты запускаешь Таргет? Таня, ты запускаешь Таргет. Ну на самом деле нет никаких волшебных таблеток. Просто, знаешь, когда, ну вот есть же сказка, да, про вот у кого лягушка, у кого мышка, да, хочешь вылезти, работай лапками усерднее. Вот мне кажется, что это про то же самое. Проще всего лечь и умереть. Ты с пандемией активно лапками работала? Очень. Причем у меня же не одной лапки, у меня же еще 20 человек. У нас была ситуация такая, если кому интересно, две недели была тишина. Ну просто тишина. И у нас же система такая, что у нас есть позиции, которые мы привозим под заказ. И это же был самый пик, когда все пришло. Как бы они приходят и приходят, а не уходят никуда, потому что никто даже не реагирует на сообщения. То есть люди читают и молчат. То есть вообще непонятно, люди это будут или выкупать. То есть что дальше с этим делать. Ну, в общем, мы две недели на это все смотрели. Естественно, у всех были вопросы, что мы делаем дальше. Стоял вопрос о том, насколько жестко нас всех закрыли. Будут ли работать доставки, потому что тоже было непонятно. И я, как раз, спрашиваю, говорю, мы вообще до какого периода будем отправлять, принимать? Будем ли мы обслуживать? Как это все будет? Это был самый стрессный момент. Потому что если будут работать доставки, то это хотя бы хоть какой-то шанс на то, что будут продажи. И, ну, нам-то надо было продавать здесь и сейчас. Потому что, к сожалению, зарплату и аренду нам никто не отменил. На страдающей отрасли вас тоже не посчитали? Нет, кстати, меня по кладу посчитали. Посчитали, да? Да, мне повезло. Да, мне повезло. Вот. И мы решили, что, ну, благо я не одна, у меня есть команда, мы решили продавать сертификат. Все равно там всех пройдет вот этот вот накал, да? Люди вспомнят, что есть еще и обычная жизнь, что праздники, дни рождения, их никто не отменял. Подарков подарить, ходить купить, по сути, возможности особо нет. Давайте будем дарить сертификаты. И мы дарили, дали скидку на эти сертификаты. То есть можно было там, например, покупая на 6 тысяч, да? Грубо 5 платишь, придешь, заберешь потом белье на 6. Ну, то есть вот таким вот образом. И вначале было непонятно. То есть вначале реакция была такая. Непонятно, как работает. Да, да, да. То есть людям было непонятно, а как они смогут эти сертификаты обналичить потом. А потом все поняли. То есть когда мы вышли, стали об этом рассказывать, показывать, как это будет работать. Ну, плюс у нас большое, что у нас рабочая программа лояльности. И у нас эти баллы, ну, то есть эти сертификаты, они не где-то там. Спасибо большое. За бизнес сможет. Да, да, да. Да, вот. Они не где-то там, а они прямо у тебя в телефоне, да? Вот они у тебя горят. И как бы душу тебе греть, что ты можешь в любой момент их потратить. Плюс были, например, такие клиенты, которые они вначале сертификат покупали, а потом через два дня пишут куда-нибудь, а можно белье заказать? Уже сейчас заказать, вот с доставкой. Ну, то есть когда поняли, что доставка будет работать, и все реально, мы тогда пошли уже на продажи белья. И вот таким образом мы, собственно говоря, и работали. Вот. Никакого-то особого секрета. Просто вот из ситуации действовали. Ну, таким образом. Ну, таргет не выключается, кстати. Я знаю, что, да, я знаю, что это у всех, на самом деле, насущный вопрос, потому что были те, кто, ну, это же жрет бюджет, да, это же... Ну, это самое, кстати, вот всегда в кризисе, я просто как маркетолог, рекламщик, я, ну, меня сокращают одно из первых. То есть сначала мне режут бюджет, а потом, слушай, мало всего, бюджетов нет, ничего не делает, давайте, и сэкономим. Вот, то есть поэтому, ну, выключают, а плохо, это очень плохо, потому что, во-первых, ты сам простой зарабатываешь, плюс у тебя стоит система, даже если мы говорим про контекстную рекламу, в директе, в гугле, у тебя там 60 дней не работает рекламная компания, где нужно потом так ее раскочегарить, чтобы она заработала, а это дополнительные расходы. То есть ты лучше по чуть-чуть, ну, показывайся, чем ты выключаешься, и все. Ну, здесь еще тоже, знаешь, такой интересный момент про креативы. О-о-о. Там же еще... Слушай, ну, у тебя же тема такая, тебе же прям креативит, не креативит. Ну, так... У тебя же фотосессии постоянно, ты сама все отснимаешь, то есть, ну, просто... Знаешь, у нас вот фотосессии в пандемии, это вообще была весь. Нам вообще понравилась работа в пандемии. Я тебе скажу, почему. То есть вы новые не боитесь? Потому что, я на самом деле жду, потому что фотографы стоят в два раза дешевле, модели стоят в два раза дешевле, и они все свободны, потому что у них нет работы. Вот, и они готовы работать, вот, просто чтобы работать, чтобы хоть были хоть какие-нибудь деньги. И у нас рекламный бюджет был в два раза ниже, то есть, больше денег оставалось свободных на другие цели, да, нежели на тех же моделей, которые, там, в обычный период стоят, да. Стоят. Стоят, да. Вот. Ну, кто занимается съемкой, он тут знает, сколько стоит пельевая модель. Вот, поэтому, ну, как бы, я не скажу, что это было для нас прям очень тренировно. Ну, это было страшно, да, было первое время? Ну, как бы, непонятно. Ну, страшно было, потому что была неопределенность. Потому что сколько это будет длиться, как жестко это будет, будет ли еще что-то. Ну, то есть, может, кажется, вообще и доставки нельзя, и, там, коробку оставляют, и курьеры уходят, там, и только... Ну, короче, откуда я знаю, что они там еще могут придумать? Слушай, а что сейчас? Ну, всех открыли. Ну, я просто знаю, что пока все были закрыты, Инстаграм был на подъеме, потому что не было альтернативы. Сейчас все открылись. Открылись магазины, открылись торговые центры. Как у тебя? Смотри, было очень здорово, пока были закрыты границы. Я предлагаю заново их закрыть. Тогда российский бизнес прям попрет. Потому что... Че, ну тебе же товары не приедут. Нет, товары пусть едут. Люди, люди. Ну, я даже, конечно, я вот серьезно могу сказать. Почему? Потому что у людей отменились поездки. Ну, там, у кого... Купальники, подожди, они всегда в отпуске, купальники. Подожди, ну вот подожди, смотри. Теперь просто купаются в другом месте, поближе. В родном озере, не знаю, в заднем веку, кто где находится. Деньги высвободились. То есть отменились какие-то путевки, поездки, планы. У людей высвободились деньги. Они стали их тратить дома. Слушай, ну это такая вот интересная версия, потому что... Ну, это не версия, это я по обратажам вижу. Просто у меня было ощущение, что у людей просто стало меньше денег. Они стали более продуманнее брать. Меньше денег-то не стало. Да? Они просто... Они такие все с первого ряда в том магазине. Да, да, они... Я не писала, что нормально. Они просто перераспределились. Ну, это же нормально. То есть, да, вот, я понимаю, что даже если очень жестко ты себя ограничиваешь, типа хлеб-вода. Ну, ты там неделю-две, а потом ты такой, да что же я не заработаю и понеслась. Главное, цены в этот период не снижать. Это прямо из сайта. Ну, я тебе... Ну, я тебе... Ну, я... Не надо. Зачем? Они и так идут. Они и так с деньгами будут их тратить. Я предлагаю поднять. А сейчас у тебя как? Поднять. Подняла? Поднимаем, конечно. Вот с первого сентября. А, ну, у тебя же ты же приводишь, у тебя пост. Ты зависишь от посты. Соответственно, ты по любому все понимаешь. Да, мы сделаем так. Мы цены поднимем существенно, но мы дадим больше плюшек в программ лояльности. Ну, соответственно, ты... Ну, традиционная схема. Ты повышаешь цену и повышаешь ценность. Да, соответственно. Ну, у тебя же вообще такая фишка с твоей программой лояльности. Ну, не говоря про эту систему. Не будем, да. Нет, у тебя просто помимо системы, ты сама креативишь всякую гимификацию. Найти буквы там-то, получи баллы там-то, сложи пазл там-то. Ну, да. И тебе прям, ты каждый раз что-то придумываешь. Так, а как ты... Надо же людей вовлекать. Это благодарность за их вовлечение. Но ты сама сейчас... У тебя есть свой салон? Ты отказалась. Мы просто когда разговаривали, ты говорила, что ты отказалась. Нет, своей собственной единичной розницы у меня нет. У меня 20 салонов франчайзи. Ну, и при этом у тебя очень круто развиты личный бренд. Ну, куда я без него. С него-то все и началось. Ну, нет, ну, просто... Знаешь, что некоторые мне так говорят, как она может вообще учить брафитингу, если она сама не брафитит? Я 10 лет... Ну, там тоже такие прямо писали в эфире, типа... Что ты понимаешь в брафитинге, если ты сама не подбираешь белье? Я думаю, блин, вот интересно, ты знаешь, с кем он сейчас в эфире? Просто кто этот человек? Ну, ладно. Не, ну, ты же очень много занимаешься брафитингом. Ну, вообще все на этом построено. Вообще все начиналось с... Ну, такого ругательного, сейчас мы, грубо говоря, не знаю, с цилим фитинга. Это все начиналось с корректирующего белья. Брафитинг, он пришел как дополнение потом. Ну, потому что коррекция, она работает как такая лакмусовая бумажка для неправильного белья. То есть, если ты надеваешь коррекцию, если на тебе неправильный бюстгальтер, то это сразу становится заметно. И когда женщина надевает, например, какой-нибудь боди или комбинезон, ты говоришь, Таня, что у меня тут такое вообще непонятное стало? Я говорю, так что, это неправильный бюстгальтер? Эти гусенички? Да-да-да, гусенички, или, знаешь, отсюда все... Или вот тут вот булочки. Или булочки. Я каждый раз говорю шукост, и я думаю, как же это валики, булочки? Как я это уже не называла, господи? Тело. Ну, то есть, ну, значит, вываливающаяся грудь, и как это было? Да-да-да. Вот, и, конечно, надо переодевать сразу. Ну, и вот одно из другого вытекло, так скажем. Ну, если можно так сказать. И, да, ну, 10 лет, и все. Ну, просто невозможно совмещать собственную розницу и развитие сети. Надо либо одним, либо другим заниматься. Но ты же всех свои франшизы, ты же их еще учишь. У тебя же есть обучающие курсы, ты еще один. Кто их еще научит, если не я? Ну, конечно, я и учу. У тебя помогает, что у тебя есть профитинг? Ну, то есть, ты не просто же продаешь белье. Ты продаешь правильное белье, и посадку, и подбор. Ну, Таня, это же самый такой коварный вопрос. Я знаю, я же как бы ради этого все это делала. А со мной же все думают о том, что профитинг – это маркетинг. Знаешь, мне вот так сказать, так себе, маркетинг, вот как бы, вот 70C продать проще, чем 70G. Ты еще вначале расскажи, почему она 70G, донеси, покажи. Знаешь, когда я пришла работать, я думала, джокер – это карта. Я думала, что джокер – это вот в колоде у тебя, и это джокер. Вопрос такой. Я услышала, что есть вопросы клиентов, они получают свой ответ и уходят в нибудь его. Как вы с этим работаете или не работаете? Ну, это, знаете, это один из системов работы с неактивной базой. Ну, то есть, принцип… Долбить их потом рассылками? Нет, ну, слушай, нет, долбить нельзя, потому что люди вообще тебя там заблокируют. У тебя должен быть инфоповод. Если у тебя его нет, его надо придумать. Причем этот инфоповод должен быть такой, чтобы, ну, вот его, чтобы вот это прям зацепило. Из последнего, вот опять же-таки наш любимый Санкт-Петербург. У меня у партнера, которая в Санкт-Петербурге, шоурум. Она, например, на каждые 500 человек дарит баллы бонусные. И девушке, которая была 2000-м подписчиком, она подарила 2000 баллов. Это 2000 рублей, по-моему? 2000 рублей, да. Она была в таком счастье и неожиданности, что приехала, то ли в тот, то ли на следующий день, и делала чек на 24 тысячи. То есть, как бы, понимаете… Нормально так понадобилось. Ну, то есть, ну, вот ты никогда не знаешь, что у тебя выстрелит. Поэтому, чем креативнее вы в этом плане будете, тем для вас же будет лучше. Потому что, ну, что вот это, ну, по сути, да, вот она могла приехать и купить, ну, пасухался, например, за 50 процентов, да. Ну, хорошо это или плохо, там, ну, опыт, может быть, и купили, но рабочее по времени точно не купили. Ну, у человека был настолько эффект, вау, настолько эффект неожиданности, что она пришла и потратила 24 тысяч. Это я к тебе к тому, что у людей денег нет. Да. Вот, как бы, вот я тебе про это. Поэтому, если вы покажете, чем вы отличаетесь от всех остальных. Вот задайте сами себе вопрос, почему нужно прийти именно к вам? Чем вы лучше, чем в соседнем магазине? Что вы можете дать больше, чем… Слушай, ну, я вот, честно, когда вот такие вопросы играю, я очень часто попадаю в ситуации, когда владелец, который придумывает чем, он начинает такие смешные поводы с пальца высасывать, типа там, а у меня зато вот продавец есть. Ну, то есть, ну, вот как… Классно, а у меня тоже. Да, типа, а у меня там зато вот там размер… Ну, мы достаточно, ну, нужно понимать, что тут должно быть что-то прям настолько крутое. И пока все, что я вижу, это все, типа, либо профитинг, либо еще. Зато у меня есть профитинг, вот туда все. Уже, знаешь, мне кажется, что это уже ругательное слово, причем это, причем ругательное, оно вот в этом, пристальных кругах. Потому что для женщин, вот так подойти до улицы, спросить женщину, вы знаете, что такое профитинг? Когда я тебя спрашиваю, что? А, говорит, про это что-то, про люстры. Да, да, да. Что, что это такое? Это вот, ну, и все. А, кстати, я реально встречала людей, которые начинают разбирать это слово, брайд, а люстра, фитинг – это вот подбор сажать, это подбор люстры сажать. Слушай, это прямо прямо так, профитинг, зато у нас красивые люстры. Да, зато красивые все, кстати, это тема. Ну, я к тому, что даже сейчас в профитинге, на самом деле, начинается конкуренция, потому, ну, как, многие же сейчас престиционируют, это голубой океан, для меня попали. Ну, тут вообще не голубой, вот носки сейчас более голубой океан, чем в профитинге, если честно. Ну, просто потому, что люди уже все наелись, всем уже это не то, чтобы не надо, уже все, больше нет реакции. Знаешь, это как баннерная слепота. Вот и на это тоже уже настолько все надоело, что надо придумывать то, что их зацепит их внимание. Таня, у тебя же дорого, да? Ну, у тебя же белье дорогое. Ну, понимаешь, ну? Ну, пока сегодня еще не дорого. Не, ну, в принципе, не мазмарки. Ну, у нас, послушай, у нас разные регионы, поэтому мы не можем давать один и тот же ассортимент во все салоны, во все регионы. Понимаешь, ну, там взять, например, Златоуст и там отправить им амбранд или там, не знаю, панаж, сколько они будут продавать? Ну, сколько там людей, которые будут это покупать? Надо же тоже ориентироваться на доходы населения, смотреть на числах населения, а так по запросу, конечно, разные есть. Но я могу сказать, что интереснее торговать дорогим. Ну, я это могу очень сказать. Потому что если посмотреть по трудозатратам, по времени и по прибыли, то интересно продавать дорогое белье. Но, например, какие-то, ну, вот средние или даже, ну, так, низкие, ну, я не знаю, для кого, как, что низкий сегмент, понимаешь? Ну, тысяча рублей за белье белье – это низкий сегмент. Ну, для меня, например, это слишком низкий, у меня такого нет. У нас самый дешевый – это две, две с половиной. Вот это вот тот, та нижняя планка, от которой мы можем идти. Это то белье, с которым можно попробовать. Слушай, ну, пишут же, я просто знаю, я вижу у многих наших клиентов, которые и в розницу в том числе занимаются, у них там, допустим, купальник 6800, 7200, и пишут там, да ладно, купальник может стоить 6000 рублей, а я, в принципе, ну, это недорого, ну, 6, это даже, ну, так, по-божески. Ну, потому что есть… Как вы с Кассиной работаете, ну, и никак? Это не ваш клиент, и все. Ну, просто отпустите вас. Конечно, пусть идет на Валберес. Мы можем долго, спасибо большое. Спасибо большое. У нас будет бизнес-стендап продолжать, но не сегодня, не сегодня. Каждый третий день, каждого потока, мы будем здесь юморить, может быть, тоже пить шампанское, если Владимир Павлович будет добрый. Обязательно будем пить шампанское, дарить медали. Поэтому, если у вас есть какой-то кейс, или какой-то опыт, или вы хотите рассказать и поделиться, мы реально будем очень рады. Вы хотите поделиться? Слушай, поднимайтесь, садитесь. Ну, похлопайте, ну. Добрый день, Вечер. Меня зовут Мария. Это очень важная встреча, на самом деле, потому что я была здесь три года назад, первый раз, когда у меня была точка 3,3 квадратных метра. Сейчас уже 15. Магазин... И стало ясно, что, ну, либо я закроюсь вообще, либо, ну, и все, тогда все. Просто поражение, которое я не могла допустить. И тогда я ввела доставку, как не банально на слове, как раз-таки профессион в том числе. Я занимаюсь этим с 12 лет, потому что это постапа мамы. И, соответственно, есть уже определенный навык. Мне до Гуру еще очень далеко. Я очень рада видеть Татьяну, постеснялась к ней подойти, но, возможно, я тут скажу спасибо. Вопросов нет, мы смотрим все сторис, читаем всех хейтеров. Вот. И ходим на курс. Ну, это тоже. Как Татьяне-то. Да, да. Ну, вот. Ввела доставку. У нас небольшой город Владимир, ну, как небольшой, 350 тысяч. У меня сработал Viber. Как ни странно. Подслужка нашего города. Viber. Крупа Viber. Крупа просто у вас подслушана. Да, мы начали рекламу там. То есть, продвижение там просто посты. Да, мы покупали посты. Они, во-первых, абсолютно других денег стоят, чем таргет и прочее. И вот просто получился такой способ. А куда вели? Ну, то есть, вот вы Viber? Ну, в мою группу Viber. Я, то есть, просто группа, там, 200-300 человек, сейчас около тысячи. И, соответственно, за... Такого не было. Никогда опыта, никогда не было. Поэтому я решила, да, рассказать. Учти. Мне теперь нужно группу. Приджили. 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 У нас всех очень много. То есть, у кого один ребенок, это там школа, родительский комитет с учителем, потом без учителя, потом садик, потом без воспитания. В общем, там уже самая парня сейчас началась. Но это удобно, потому что вечером люди приходят, и вот такое чтиво, кто... А у вас какая тема получается? У вас вы одна можете писать, или у вас там все могут писать? У нас там все могут писать. Вот это интересный очень момент. Как вы тогда православные праздники спасаетесь от открытой часа? Ну, знаете, на самом деле, ну, не удаляю нельзя, потому что, ну, как бы, спасибо, спасибо, и аккуратненько так. Ну, вроде все понимают, что в белье про... Сильно православные праздники... То есть, я два месяца доставляла. У меня не было сначала Польши и вообще ничего. Сейчас у нас есть Польша, средний, ну, средний пока сегмент, да. Вот, и мы стремимся к большему, естественно. И первый раз на этой выставке я уже ищу поставщиков. По-моему, вам даже 3 миллиарда. Спасибо. Кромно. Судя по вашему бейджу и по тому, как вы сидели, это вам и вашему мужу. Да, 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 видимо. Он очень в меня верил, он всегда помогал, особенно с детьми. Это важно. Вот. Ну, и, соответственно, в июне, когда нас открыли, уже пришли клиенты. Вот, выручка выросла с февральской... Ну, то есть, вы, получается, апрель и май. Апрель и май. Я работала на доставку, каждый день я отвозила. Мое уникальное предложение было в том, что вам привезет не курьер, а человек, брофитер, который подберет именно то, что нужно. Потому что курьеру вы можете сказать объем, который вы померили два месяца назад, до того, как была пандемия, и вы набрали. Очень многие набрали, конечно же. Или, например, вы купили когда-то 90С, а потом мы входим там в 80. Аж. Во-первых, действительно, очень сложно везти в магазине брофитинг. У нас просто регион. И когда женщина слышит худенько, вот как раз про маленькую грудь, что есть размер 65, там, ДНЕФ, она говорит, да вы что, да нет. Нет, а потом он не садится, куда вы, я ваша, всю жизнь. Ну, нет, я 80Б беру, вот всегда мой разум. Ну, вот, да, это пока еще. То есть я их приучаю постепенно, но есть иногда гонор, иногда еще что-то постепенно. Агрессивно бывает? Ну, я знаю, у меня 80Б, мы разговаривать дальше будем. Ну, как, ну, я говорю, хорошо, вот, вот, вот. А уже в процессе примерки мы выходим на другой. А, то есть, например, в процессе примерки ее переучающие? Ну, конечно, но когда я приезжала, естественно, у меня было, я ездила сама, и самое главное, у меня с собой было две сумки, потому что у меня должен был, естественно, быть разгон. То есть я, в чем смысл, и что я хотела бы посоветовать, наверное, в больших сетях это сложно сделать, но когда у вас несколько, если у вас есть возможность работающих руками на подборе людей помочь, ну, то есть что они могут, они просто будут простаивать без зарплаты, а они будут ездить и так же. То есть пусть это будет курьер, который их довозит. Но курьеру что, померили и сказали, ой, нет, он мне не подошел. А так у меня один раз только была непродажа. То есть у меня всегда была продажа, когда я переезжала. Пять, шесть, семь человек в день. И, естественно, когда человек видит, ой, это подошло, давайте два комплекта. И от этого все пошло. А сейчас, получается, они все уже идут? Сейчас они идут все в магазин. Вызывают до сих пор графит Ронада? Нет, потому что в магазине больше, и сейчас пополнился еще. То есть я увеличила, соответственно, и в шесть раз ассортимент. То есть у меня сейчас все это ушло на ассортимент. И мне сейчас очень выгодно, чтобы они приехали ко мне. Но если начнется пандемия, все эти же, плюс те, кого они приведут, потому что они скажут, ну, Маша же приезжала, как классно. А давайте... У нас многие просто закрылись, и, ну, другого варианта не было. И многие, как бы, и сказали вот про лапки, что мы давайте ляжем, все плохо, нужно ждать нам еще там до сентября. А сейчас все тоже ждут, что... У нас 21-й этот моделек. 21-й! Закройте. Там в администрации люди серьезные, все пойдут ждать. В чате вайбер. Да, так вот. Вот, но я думаю, что так и будем работать. Мы все равно здесь живем, все равно люди будут носить белье. А у вас сейчас нет ни Инстаграма. У нас есть Инстаграм, там он такой большой, около 3000 человек. У нас уже есть обзоры, тоже снимаем сториз. С Инстаграма есть выхлопы? И все-таки пока вайбер у вас? Таргет я... Нет, вообще... Да, просто да, таргет, важное слово сегодня. Таргет я мало... Есть выхлоп вайбере, да, конечно. И самое главное, что пока у меня есть, к сожалению, скажем так, и китайское белье, китайское, китайское, пусть и с премиум, но в такой, да, в сегменте до 2000 комплект. Но это так, пока на... Вот, девочки, которые привыкли. Но чаще они приходят, вот увидев эту картину, и говорят, ой, нет, а удобнее-то вот там, и давайте там. Ну, то есть, получается, что... Ну, на самом деле, на самом деле, это вообще такая здоровая тема, когда только начинается в каком-то городе открываться магазин. Вот у нас пока до Инджери был у меня... Были у меня связи до Инджери с бельевыми компаниями. Когда приезжает кто-то, говорит, я хочу открывать брофитинговую студию, и очень часто мы приходили к поводу, что нужно брать и брофитинговые размеры, и не брофитинговые. Потому что, ну, не все женщины сразу, даже головой готовы, там, из 80B перейти, там, 65, какая-то буква. Вот, ну, там, D, E, F, там, и... Ну, хотя бы пока вы их учите, чтобы что-то продавать. Потому что нужно понимать, что миссия крутая, здоровье, белье, но вы при этом предприниматели, как... Платина, я думаю, нужно работать, что-то предпринимать, зарабатывать, жить за семьей. То есть все равно нужно выкручиваться. Марина, вы крутая. Тогда поаплодировать Маше, потому что она лучшая селестра. Вы молодец. До следующего года тебе это будет пешёвый. Будет пешёвый кейс, да? Ну, да, хотелось бы, но бы вот хотелось бы сделать какой-нибудь рекорд, и вообще было бы здорово. Шесть раз. Третьих квадратных метров. А? Третьих квадратных метров вместо двадцать шесть раз. Да, вот, походу, кого-то надо бы теснять рядом. Давайте, почему нет. Спасибо большое. Спасибо вам большое, что вы с нами были. И до встречи через два-три дня. Ну, а вела эту беседу замечательно, вела в материале, легко, с чувством юмора, Татьяна Горицына, наш маркетолог от Бога. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok